Просто я очень хотел посмотреть как родители занимаются сексом. После туалета меня батя оставил в комнате. Сказал что если выйду, буду удовлетворять его сексуальные потребности. Я впервые увидел ботин детородный орган и был если честно поражен. Таких заросших мест я у него даже на голове не видел. Всем привет. С вами грейн летсплей. И сегодня я расскажу про свою веселую в кавычках юность. Про моего вечного бухового батю, про вечно кричащую маму и про. Про короче я забыл что я хотел сказать. В общем, будем начинать. Это был обычный день. Я принес домой в дневнике 3 двойки и каплю спермы. Сначала меня мама побила сковородой, а потом папа побил ремнем. Сказали учиться и не выходить из комнаты даже в туалет. Типа я пупс и не должен ходить в туалет. Ну а я все таки осмелился пойти в туалет потому что нож очень сильно приспичило. Не буду же я у себя в комнате ходить в туалет. После туалета я решил пойти к бате, вернее в комнату родителей спрятаться там в шкафу. Просто я очень хотел посмотреть как родители занимаются сексом. Прямо детская мечта была такая странная. В общем, сидел я в шкафу несколько часов, но потом мама пошла поливать цветы. И увидела что я в туалете забыл закрыть дверь. Обычного после такого меня лупили ремнем по заднице и переднице, но не в этот раз. Тогда меня так никто и не нашел в шкафу, хотя я весь кряхтел там из-за неудобной позы. Потом когда мама успокоилась уже. Батя решил пойти посадь после пивка. И тут он заметил что дверь в гостиную была открыта. Короче я кусок дыбила, все дверь и забыл закрыть. Ну ладно. Батя сразу перехотел ссать, пошел меня искать. Но через минут 15 я понял что меня уже никто не ищет и решил выйти из шкафа и комнаты. Кстати, интересно что батя так и не пошел в туалет. А потом мама думала почему диван вечно мокрый и воняет. Мда. Я решился на смелый шаг. Подойти к ботиному дивану и украсть пульт от телевизора. Но пошло все не совсем по плану. И моя передница в очередной раз была побита ремнем. А потом еще заставили приседать. И тут меня бросило в жар. Потому что я после 20 приседаний чувствовал себя изнасилованный конем старой свиньей. Но была еще одна проблема. Почти каждый раз когда я приседал, я пердел. А на 20 приседании так вообще в туалет дико захотелось. После туалета меня батя оставил в комнате. Сказал что если выйду, буду удовлетворять его сексуальные потребности. Я тогда еще не понимал что это означает но сейчас мурашки по коже от ужаса. Фу, черт. Я снова вспомнил тот противный вкус. Ой вернее день противный. И тут батя снова что-то заметил. И я вспомнил что забыл выключить свет спальни родителей. Мне снова влетело. Дальше сами понимаете что было. Не буду вам рассказывать контент 18+. Давай бегом вокруг дома. Три круга побежал. Меня заставили бегать вокруг дома. Но тут я понял, что снова дико захотел в туалет. Начинается понос. Я пытаюсь сдержать позывы и короче потом я теряю сознание. И в этот момент обгадился. Через сутки я только пришел в себя. Но все равно было жарко как-то. Я решил пойти в ванную посидеть на кафеле чтобы не так жарко было. Но через минуты две в туалет заходит батя чтобы пасать. И я стал очевидцем этого события. Я впервые увидел ботин детородный орган и был если честно поражен. Таких заросших мест я у него даже на голове не видел. После этого меня замкнули на неделю в комнате. Дали ведро и консервы и кучу учебников. В общем, то была самая ужасная неделя в моей жизни. Но в день освобождения я решил жестко прикольнуться над батей. Я завел фейковый аккаунт и начал ему писать от имени молодой девушки которая ищет романтических отношений с мужиками 40+. Отослал ему сообщение про то что я его жду в центральной части поселка возле сексшопа, но интернет заразы сбил весь процесс и сообщение не отправилось. После этого я решил заглянуть к бате в комнату, и тут я чуть не обосрался. Я в шоке как я тогда вообще успел спрятаться. Короче батя подумал что я на улицу побежал, а я остался в комнате. Потом я бате сказал что ему показалось из-за алкоголя. И он такой, ну ладно. В общем в тот раз меня пронесло. Я еще немного посидел, пришел в себя после стресса. И решил зайти к маме на кухню. Обычно там было открыто окно и я мог удрать из дома таким образом, но не в этот раз. Все снова пошло не по плану. Окно было закрыто. И тут меня мамаша спалила. Маму я боялся меньше чем батю поэтому я обоссал мамины цветы вместо подметания. Да, мне потом влетело и от бати за такое но зато я чувствовал гордость что смог отомстить хоть как-то. На этом все. Всем спасибо за просмотр, если хотите продолжение моих историй из юности, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.